30 сентября управление Росгвардии по Югре отмечает свой первый юбилей. Уже пять лет сотрудники спецподразделения следят за безопасностью югорчан. Росгвардейцы участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, осуществляют государственный контроль за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью, а также обеспечивают безопасность объектов топливно-энергетического комплекса. С начала года Росгвардейцы совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали 188 подозреваемых в совершении преступления, а также пресекли более 500 административных правонарушений. Кроме того, изъяли из незаконного оборота 135 единиц огнестрельного и 18 единиц холодного оружия, более 3000 единиц боеприпасов, 26 миллионов рублей, а также более 17 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. Сегодня в Хантамансийске по случаю юбилея прошло торжественное собрание. Вместе мы принимаем важные решения по обеспечению личной, коллективной безопасности югорчан. И в этой связи желаю вам, уважаемая команда управления, восполняемая вами, Евгений Евгеньевич, успехов на службе. Таких и столько, чтобы каждый из россиян от мала до велика, тогда, когда вы рядом, были абсолютно спокойны и уверены в том, что им ничего не угрожает. Ветеранов Росгвардии, а также особенно отличившихся сотрудников отметили наградами. Так, медаль за заслуги в укреплении правопорядка получил прапорщик СОБР, который задержал наркокурьера. Свой выходной сотрудник Росгвардии обратил внимание на подозрительного человека в лесополосе. После тщательного наблюдения он пришел к выводу, что мужчина делает закладки наркотиков. Прапорщик незамедлительно сообщил об этом своим коллегам, и через некоторое время преступника задержали. В припаркованной неподалеку машине нашли около 4 килограммов наркотиков, поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов и пистолетов. Конечно, приятно получить, что я мимо не прошел этого. Но, получается, предотвратил, может быть, даже спас очень много жизней, так как если там перечислить это все на дозы, на это сейчас наркотики – это вообще болезнь большая. Ну, гордость, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!